МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброго времени суток, пока сижу тут посылочку, решил немножко записать небольшое такое видео, чем более грозился. Значит, хочу показать вам такую интересную штуку, которую я посмотрел у японцев, смотрел там ролик, мужик делал оснастку на хиробу, и вот у него была такая штука. То есть, зачем это надо? Все очень просто. Берем лесочку, может, заодно и оснастку такую легенькую свяжем на карасях. Значит, что мы делаем? На конце лески, как обычно, мы вяжем петлю, которая будет у нас крепиться к веревочному коннектору. Леска эта от АОХИ, леска 0,48. Так, это петля, которая будет крепиться, на ней сейчас все маленькую такую петельку завяжем на тот узелок, который у нас будем эту оснастку снимать. Вот так. То есть, берем, делаем схватывающую петлю такую, самозатягивающуюся, одеваем на коннектор, затягиваем и все. Потом, чтобы снять, вот за эту маленькую дердаем, и все у нас хорошо, все здорово. Дальше, берем нашу хитрую японовскую прибуду, вот так петельку одеваем. На одну из этих, ну там смотрим, как удобно, и понеслась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что мы здесь видим? Мы здесь видим оснастку, 3,6 метров, леску. На этой можно сейчас навязать оснастку саму непосредственно, обрезать на мотовилы, и все у нас хорошо, все здорово. Делается буквально там в течение, ну, я лобзикну здесь за две минуты. Вы можете обмотать лески себе на любую абсолютно удочку. Можно также поводки вязать. Я себе здесь вот такие сделал. То есть один крючок, второй крючок, расстояние между крючками. Поводочек раз, замерил сколько тебе надо, и все хорошо, все здорово. Такая прибуда, в принципе, может пригодиться не только там тем, кто херовоны ловит, да, например, тем, кто там на фидер ловит. Нужны там длинные поводки, то есть, чтобы не бегать там с ним туда-сюда. Крючочек зацепил, отмерил сколько тебе надо, там, например, 50 сантиметров, да, и никаких проблем. Так что вот такая нехитрая штука можно выручить. Тем более, если вы будете мотать не одну оснастку, а сразу, например, сочетом, чтобы десяток. Поэтому пусть будет. Позвонил на почту, еще посылку не обработали, поэтому, чтобы немножко время сэкономить, занять, мы сейчас с вами свяжем оснастку. Чтобы уж не зря. Ну, а так как мы будем с вами вязать легкую карасевую оснастку для мелководья, значит, мы используем вот такой вот сразу наборчик. Посмотрим, что из этого у нас получится. С этих наборов я тоже оснастки еще не вязал ни разу. Ну, за одну и глянем. Так, первое, что мы делаем. Значит, на эту лесочку мы с вами одеваем стопор. Попасть бы еще. Одели стопорок. Дальше мы одеваем с вами, вот здесь такая интересная штука, коннектор для поплавка. И этот коннектор для поплавка уже, он как бы как сам на стопоре. То есть он сам будет тоже двигаться. Стопорок. Коннектор для поплавка. Хотелось бы сказать, что двигается этот коннектор достаточно плотно. Дальше мы одеваем еще один стопорок. Все. Для поплавка. У нас все готово. Затем мы одеваем уже готовое грузило. Грузило тоже находится на таком силиконовом, ну, типа, не знаю, вставочка такая, втулочка, да. Она тоже двигается по леске достаточно плотно. Несмотря на доску леска, мы 15-я. Ну и все. И остальное, что у нас тут осталось на этой оснастке, это какой-то отбойник. Ну, не знаю, стоит, не стоит его одевать. Ну, а дело. Отбойник этот нужен, в принципе, для того, чтобы закрывать вильтрюк, верхнее его ушко. Ну, так как здесь у нас грузило, еще надо умудриться, чтобы оно само сползло. Ну, посмотрим. Вот, в принципе, оснастка у нас практически и готова. Вот, теперь мы берем вот такую интересную штуку, как коньяк для поводков. Один штук. Я взял тут помельчик, который для того, чтобы... Оснастка-то же у нас маленькая, тоненькая. Легенькая. И для того, чтобы ее сильно не перегружать, мы сейчас привяжем этот коннектор. Коннектор привязывается любым удобным для вас узлом. Я привязываю клинчем. Мне так удобнее, да я как-то привык к этому узелку. Смачиваем. Затягиваем. Что нам здесь не нужно. Удаляем. Все, в принципе, наша оснастка практически... Ну, в принципе, этот отбойничек. Можно его на велитрюк одеть. И будет у нас вот такая вот красота. Все, здесь у нас грузило. Здесь у нас один стопорок. Здесь у нас коннектор для поплавка. И верхний стопорок. В принципе, оснастка у нас практически готова. Сейчас мы возьмем... Так, я вязал здесь поводочки. С титановыми крючками. Хотя титан... Видите какой? То есть, скорее всего, здесь либо сплав какой-то, либо еще что-то такое. Потому что магнитится. Натуральный титан не магнитится. Так. Все, у нас здесь вот завязана петелька. Видим, да? Теперь мы берем на коннекторе силикончик, сдвигаем, одеваем сюда петельку и силикончик задвигаем. У нас получается такая конструкция с двумя поводками. Все. В принципе, у нас удочка практически готова. Берем мотовильца. Здесь у меня приготовлен поплавочек. Который так, это Simon Light. Я не его хочу поставить на эту оснастку. Я хочу поставить вот такой поводок. Поплавочек, он чуть-чуть подлиннее. Это у нас будет микропейзаж. Коннектор-то. Вот так. Вот и все. Наша оснастка легкая карасевая готова. В принципе, ее даже можно немножко сразу и огрузить. Здесь мы видим, что у нас поплавочек с двумя граммами благополучно тонет. Поэтому мы делаем что? Мы немножко свинца отрезаем. 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 Что мы видим? Мы видим, что маловато мы отрезали. Конечно, понятно, что это все у нас приблизительно. скажем так, очень. Но более-менее огрузить можно. еще маловато. Здесь главное не торопиться и особо не переборщить, чтобы потом не пришлось это грузило подкладывать. почти угадал. Даже, наверное, переборщил. Отрезал многовато чуть-чуть. Ну, не суть. Важно на воде все равно все это дело придется маленько регулировать. Вот таким образом мы с вами сделали готовую отстанточку длиной 3,6 метра. Используя такую вот интересную прибуду. И сейчас, недолго думая, мы делаем следующее. Берем наш крючочек один раз. Второй крючочек вот на эту штучку закрепляем. Натягиваем. Так, крючочки закрепили. Теперь берем и спокойненько переносим нашу оснастку. вместе по плоткам на наше моторило. И таким образом легко и непринужденно мы сделали готовую оснастку, которая у нас сейчас отправится в коробочку. И на рыбалке нам останется просто взять моторило и перенести готовую оснастку уже огруженную уже скажем так с поплавочком на нашу удочку. и можно ловить. Петельку мы нашу одеваем на второй ползуночек. Лесочку натягиваем. Все. Здесь поплавочек можно перенести на эту сторону чтобы он у нас был по фаншую. Все. Готовая оснастка. Убираем ее в коробочку. Закрываем. И ждем лето. Вот такой какой-то ролик получился непонятный. Скажем так совсем спонтанный. сейчас мы все лишние запчасти наши уберем. В принципе ничего тут особо сложного. Я потом разгребу. Здесь нету леску. Убираем она вам что-то пригодится для оснасток. леска. как я уже сказал здесь 0,15 будем читать. Поводки 0,12 вот и все. так что сильно не пинайте. Ролик такой спонтанный. Заснялось это все дело. Пока ждем очередную посылку. вот навяжу себе на 3,6 легеньких таких оснасток. Размещу. Пришел. достал выбрал что-то надо. Достал готовую оснастку уже с поводочками с поплавочками. На удочку раз. Немножко обрушку подрегулировал и вводишь. Время будет здорово экономиться. Я так думаю. Ну может не будет. На этом пожалуй все. Сейчас получу посылку сделаю еще один обзорчик. Но это будет немножко глубокий. сразу могу сказать что там будет у нас тесто и кое-какие желеобразные скажем так насадки для карася. На такие я ни разу не ловил. посмотрим. Надо же как-то попробовать. Мне интересно. Кому-то может не интересно. Кто-то там я куплю 8 килограмм. Я на червяка. Ради бога господи. А мне интересно что-нибудь попробовать. Вот я и пробую. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. как обычно. Всем пока. Да.